Продолжение следует... 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 чтобы пузыри не образовывались, но существуют только пневматические и гидравлические плеса, и они у меня есть. К счастью, сохранились все документы лично по моим чертежам. В городе Армавире было создано специальное оборудование, это плеса, но очень специальные плеса, которые в состоянии медленно прилагать давление на протяжении многих часов. А вакуум там создается в самой камере, так вот. А вот это мои обтекатели, которые сейчас прошли очередное испытание, которое ушло в Институте кристаллографии России. Более компетентного места просто нет. Этот институт был создан в первые дни в мире института кристаллографии, а сейчас многие страны пытаются привлечь самого главного специалиста в нашей стране, Багдасарова, по этой теме, для создания на своих территориях таких же институтов. Так вот, повторяю, который раз сейчас они прошли испытания и, к счастью, приняли. Итак, отвечу, придется предоставить доказательство, что эта технология была украшена. А основание, что это не мог сделать один человек, это не основание. Я один, и это не. Они все тупо прессовали из сульфида, алюминия и магния, не обращая внимания, какая размерность этих частиц. Я до этого имел колоссальный опыт работы с орган-технологиями. Я впервые в мире вырастил черный опал. Используя эту технологию, а это как раз наноразмерные корошки. Так называемые корошки активной уплотнений. Я создал этот опыт, который прошел такое количество испытаний. И когда уже готовы были внедрять, ученые из черноголовки, это все та же рама, написали следующее. Это для специалистов звучит. Я понимаю, что вряд ли вы это покажете, но на всякий случай. Следующее. Господин Петрик утверждает, что его керамика является очень прочным материалом. Это неправда, так как карбит кремния тверже этой керамики. Понимаете, чудовищное знамение. Карбит кремния – это конструкционный материал, не оптический. Это резцы для токарного стандарта. Можно ли их сработать? Дальше они говорят. Господин Петрик утверждает, что его оптика имеет уникальную полосу пропускания. Это не так. Селенин пропускает еще дальше в радиодиапазоне. Простите, но он абсолютно непрозрачный в ультрафиолетовом видимом и ближнем ИК-диапазоне. Мы говорим о совершенно другом назначении керамики. Они вот это написали и остановили процесс. Потому что тот министр обороны, который готов был это принять, пока я оправдывался, он ушел, появился новый министр обороны, мы снова все прошли. И в распоряжении Академии наук. Есть документы, запрос Кремля, совершенно секретно. Кому главный конструктор в нашей стране, особо заслуженный человек, Ефремов, все тот же Академия Крама, это конструктор, который создавал наши межкомпинентальные ракеты, написал уникальные заключения, исследовал, но им этого недостаточно. Институт Горио дал не только заключение, что сделано в первое явление, но приложили паспорт на этом мотиве, метрологические свидетельства, выполненные на базе института и метрологического института Миндивера. То есть это вот такие пакеты документов. Очередную проверку свою провел Сиднов начальник вооружения вооруженных сил России. Всего этого недостаточно. Есть простое заключение Академии наук. Карбид. Кремля тверже, чем алюмомагниевый шпина и петрик. Что можно с этим сделать? Кроме того, пригласить в суд ответчика. Будем судить. Спасибо большое. Спасибо. Будет рассматриваться в Чехском районе судеб-седактор. Еще до свидания. Настоящее свидание сегодня первое. И будет освящено конкретной историей. Заявление членов комиссии по уже науке привлекает в соответственности три человека. Они есть тройка, которые ведущие в комиссии по уже науке, о том, что я похитил военные стратегические разработки из-за того, что я пытаюсь выкладать. Это очень серьезное обвинение. Такое понимание. И с таким обвинением необходимо идти в прокуратуру. Дело в том, что разработки оптической броневой керани, так называемые шопинеры. Велись в Америке, начиная с 64-го года, в России в 72-го. Было вылечено очень большое количество цепей. Здесь конкретная цепь. Ведущим был уступ Гоя. Просвязь и оптический уступ Гоя. Тематика, составляя науке, ввел прикладной отдел. Отдел прикладных наук российской отременной науки. Соответственно. Это государственные заказы, государственные длины. Соответственно, должна сохраниться и сохранилась вся отчетная документация, что было сделано. Какой материал в результате этих лет был создан? А именно оптическое пропускание, твердость, характеристики, размеры изделий и так далее. Я заявляю, что в Америке, когда керния исследований, в 86-м году начинали... Возобновляли трижды. Выделяли сумму по 500 миллионов долларов. В России в 87-м году до 2-м году кернияшины. В 88-м уже были уходы сотрудники. Могу там на 5 месяцев ошибиться. Шпинель создана неот 가까. Я привёз сюда, в том числе и для телевидения, мои изделия, которые называются «Аттрикатами пиротетов», конкретно «Стингер», например. Цель – просто продемонстрировать раз, а также показать, что эти изделия прошли испытания в Институте ГУРИ. Не только заключение имеется подписанное директором института ГУРИ, что это открытие, вернее, разработка, созданная впервые. Но и прилагается и паспорт, и метрологические свидетельства, и все характеристики, которые неоднократно осуществлялись в Институте ГУРИ, или, кстати, никого не знал, ни директора, ни коммунистов. Имеется заключение таких институтов и таких учреждений, как, например, вот документы, которые знают академики ГУРИ, «Москва, Кремль» в совершенно секретном обращении к генеральному конструктору международных ракет и Кремль, академику ГУРИ. И его заключение в создании шпинейки является огромным научным достижением. Кругликов, прошу прощения, аргументирует, почему Петрик не мог создать. Он пишет, потому что это под силу только огромному государству. А там же у Петрика принципиально, может быть, прессов и так далее. Ну что же я предоставил суду? По моим чертежам в городе Армавир были созданы специальные пресса, были созданы специальные пресс-формы из этой порошковой метрологии. Это очень сложно, это очень дорого, очень цирконевая пресс-форма с формой обтекательной, только той формой, которую я составил. Я не стремился создать для нашей иглы, например, для того, чтобы не попасть под соответствующие санкции. А Студбой изготавливал конкретное, пытался сделать. И вот у меня лежит запрессовка тех времен Студбой. Какой еще улов совершил Кругляков с Александром? Они взяли разработчика сапфирового оборудования в нашей стране. Вы же понимаете, сапфиры растят так давно, как в России, и не снилось. И прекрасный метод чехральства обеспечивает и размеры, и качество, и так далее. Но некто Мусатов создал свой метод, метод резистивного нагрева. Если в Америке гривен пристал в топов высокой частоты, то в данном случае у Вольфа будет раздень. Это все, что сделал Мусатов. Мусатов желаю у меня работать, когда у них все развалилось. Притащил мне в подарок купол. Чаша сапфировая, вот она со мной. Эльверных значений я не знал. Поскольку сапфир не пригоден для обтекательного ракета. В результате, так называемого, длирующего оборудования. Академики перевернули, что я взял этот обтекатель и бедрюлю с ним. И везде дулю всем молодым. Он размером в 85 мм, 120 мм, 12 мм. А реальные эти карты у меня лежат, 8 штук принесли. Они 65 мм. Так вот, как вы видите, у нас есть абсолютные и полные доказательства того, что меня обалдали, ошибновали с неизвестной целью. У нас есть документация, свидетельствующая о том, что академикам этот процесс заказали, обещали им миллион долларов. Документация – это креписка среди академиков и гражданин, проживающих в США, которая обещала миллион долларов, которая поступила к нам, как мне кажется, по совершенно законам канала, с описанием, что она была выкуплена за 3 тысячи долларов, упакована Александром. Поэтому академикам придется найти доказательства того, что, а, эти технологии мне не принадлежали, доказательства, б, что они украдены, или, д, что их сделал какой-то другой талант, извлеченный, а я его или украл, или выманил, или купил. Одного из этих доказательств будет достаточно, для того, чтобы я навсегда, допустим, ну, не знаю, что мне сделать такого невероятного, покинул эту страну в нем и от позора. Но такими усилиями, которые прилагает академия, меня не опозрит. Они на данном случае мне трудовой сделаны. Но я выявил эти процессы. Мало того. Вслед за этим последует мой иск российской академии наук целиком. Потому что это она позволила себе выпустить документы от меня, которые писали не ученые. Он был составом, видимо, все тем же гражданином из США. Не могли ученые российской академии наук, ни один физик в мире не может допустить. А послушайте, это ведь не ошибка, сделанная во время лекций или доклада. Хотя физик не может чисто автоматически допустить такую ошибку. Понятно, да? Ну, в сознании лежит терминалумия. А это документ, заключение, которое вышло во весь мир. Которым указано, ты ведь не мог разделить водород от Эйтерия. Это страшно. Поскольку водород, Эйтерия и Эйтерия – это все водороды. Понимаете? Эйтерия – это тоже водород. Тяжелая вода. Мы не про воду сейчас говорим. Мы говорим про изотопы водорода. Есть химический элемент водорода. У него есть три изотопа. Противник и третий. Разделить водород от водорода – это невозможно. Согласны ли вы со мной? И я согласен. Невозможно. Я часто привожу пример. Рыбак принес домой. Рыбак говорит жене. Отдели мне, пожалуйста. Карпов. Карпов от рыбы. Она удивилась бы. Сказала бы. Что случилось? Так вот, таких три заключения. Три таких вещей. Три. Понимаете? Я предлагаю. И это зарегистрировано. У нас работает аппарат. Я создал завод в Петербурге. Завод. Слышите? Сейчас 20 литров ушло в Америку на очередную сертификацию. По производству бездетели. Мне приписывают, что якобы я хочу делать ее методом фильтрование. А теперь внимание. Чего я никогда не знаю. Сложное оборудование. Совершенно другая история. А теперь внимание. Еще один пример для того, чтобы ваши слушатели понимали, что мы находимся в каком-то большом дурдоме. Вот я так себя чувствую. Я зашел в огромный дурдом и не могу выпутаться. Академики РАН Александров физики и Кругликов заявляют. Фильтры Петрика не могут быть эффективными для очистки от радиоактивных затопов или муклидов. Я такого никогда и не говорим, что я фильтрацию очищаю. Не важно. Идем дальше. Поскольку, пишут они, радиомуклид всегда находится на твердой частице. Ошибка. Не всегда. У 50% случаев. Если он в состоянии ионным, то он в состоянии раствора находится, а не сидит на твердой частице. Не важно. Принимаем. Сидит на твердой частице. Дальше. В результате высокоэнергичной альфа-отдачи, извиняюсь, энергичной бывает юная тёлка, а физик говорит высокоэнергетичной. Это первое. Я поражен совершенно. Следующее. В результате высокоэнергичной альфа-отдачи частица будет мигрировать и выползать из фильтра. Пожалуйста, вы не физик. Но я боюсь, что вы уже вылавливаете какой-то дикий абсурд. Я не знаю, где выход. Допустим. Второе. Что самое главное. Масса. 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 Наименьшие твёрдые физические частицы. Так относится по отношению к массе радионуклеи, как огромный грузовик, который нагрузили огромными камнями. Это частица. Вот её масса. Сопоставить так можно эти массы. И вдруг на этот грузовик сел коман. Это радионуклеи. А дальше он из отчаяния лягнул ножкой. Это альфа-отдача. Как далеко уедет грузовик? Дорогие читатели. Открывайте и читайте. Я ничего не выдумал. Слушайте, я прошу прощения. Это сказали академики Российской академии наук. Это беда. Повторяю, я ничего не выдумал. Когда меня атаковали, вся документация у нас в руках. В начале таки. Мне в Америке приписали, разработали схему, ряд высказаний, которые я никогда и нигде не говорил. Например, якобы я заявил о том, что происходит разрыв межатомарных связей без затрат энергии. Кругляков это повторил. Якобы я заявил предписание из Америки поступившее. Что? Я впервые в мире вырастил монокристалл кремния. Послушайте. Монокристаллы кремния растят, я не знаю, 30-40 лет. Когда? Когда впервые? На начале 22 века. Да, да. Потому что это не солнечная энергетика. Мог ли человек грамотно это сказать? Я действительно сказал в фильме, на который они ссылаются. Я впервые в мире вырастил монокристалл кремния из газовой фазы. Понимаете? Оборвано, вставлено, выбрано. И вот это принято наблюдается. И даже я произвел отношение к академикам, то я произношу то, что имя написано. Спасибо вам большое. В телевидении, в том числе в Новгородском и... Сейчас я открою даже, знаете, и зачитаю. Так... О наличных не может быть и речи. Кюзиты банковской карты я переслал. Если в понедельник вопрос не решается, во вторник я начинаю действовать. И поверьте мне, отработаю вас по полной программе, вплоть до телевидения. И начну с Великого Новгорода, Краснодара и Новороссийска. Так вот. То что было еще у нас? Вымогательство 10 миллионов рублей со стороны редактора журнала «Водоканал и канализация», который, как нам известно, был и создан с целью нанесения нам соответствующего вреда. Но редактор журнала решил по пути еще свобедею к себе. Так вот. Дальше, соответственно, вот это все протоколы, значит, которые юридически полностью зарегистрированы, которые связаны с перепиской Александрова и других мест. Сейчас я переверну страничку, если вы хотите посмотреть, что это касается Академика Александрова. Как вы видите, это Санаев Сергеевич, а когда вы все смотрите письма Александрова, Александров, Тель, Лоборовский, Визит Петриков и так далее. Значит, я хотел сказать, что мы документально подготовлены к этой нелегкой и очень странной борьбе, которую мы очень хотели. Но меня принуждает защищаться. Что касается ущерба, то какой ущерб у вас достаточно молодой? Вы знаете, он просто принципиально даже не исчисляется теми деньгами, которые выставляются. Они для меня не имеют никакого значения. Для меня имеет значение следующее. Установление истины. Требования назначения новой комиссии. Хотя, повторяю, 21 академик Российской академии наук подписали. Работы в Петрике имеют огромное научное значение. А три академика из Российской комиссии по науке подписали возражение. Но нас, вот этих, не слышат. Пресса, телевидение не подпускают их. А слышны только комиссии по науке три человека. Потому что за ними стоит какая-то огромная финансовая сила. Мы все ее понимаем. Заблокированы все источники. Все СМИ заблокированы для меня. Если я пытаюсь даже сам, не поверил людям, сам взял и в каком-то блоге, в Ньюсленде, еще где-то, попытался о себе что-то хорошее сказать. Меня тут же выбрасывают. Возьмите Википедию. Там просто бред против меня написан. Но как только я пытаюсь предоставить свои документы, меня оттуда выбрасывают. Даже простая Википедия, где собралась эта группа людей, которые просто зарабатывали деньги. Вот. А что сейчас решил суд? Решил суд? Ну, эти ответчики не являются, поэтому их допросят в местных судах. Как один живет в Москве, другой в Новосибирске. Александр Петербурген, он не явился. Это первое заседание. Но совершенно понятно, что оно будет доведено до конца. Это уже вопрос. Поэтому, как я могу оценить мои 20 лет в науке всего, что создано. А сегодня растоптана группой. Группой людей, имеющих корыстный. Сегодня это как бы показано. Поэтому я уже так говорю не мнение моё, а соответственно имеющимся документам. Имеющих корыстную мотивацию. Они просто нанесли вред мне даже. А то, что они написали, не нужны России, как для ракет, так и в Америке. Создан АЛОМ. Давайте будем покупать АЛОМ. А то, что фирма, которая создала АЛОМ, ведет исследования по шпинелям. Им не понятно. Они же не разбираются. Но они предложили это в заключении. Давайте АЛОМ будем покупать в Америке. Зачем разрабатывать шпинель для ракет? Потому что нам его не продадут. Даже если мы захотим. Об этом никто не подумал. Всё отлично. Спасибо. А ответчики не являются? Ни одного не было, да? Более того, даже юристы не являются. Никто не являются. Возможно, они считают, что это решение не являются. Но дальше не бывает. Не есть. А потом... АПЛОМ. 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 Продолжение следует...